А вот вы замечали, какие мы все уебаны? Вот я, например, родился в 99-м году, и вы знаете, что я вот новое поколение, мы, короче, все в нем конченые. Вот была недавняя история с инстасамкой, и вот прям все как один говорили, в кого они вырастают сплошные какие-то. Тут вот блогеры, тут вот инстаграмы, их, короче, только интересует, что бабки, шмотки, и больше нихуя, нет никаких ценностей, моральных принципов. Так вот, дорогие мои конченые, уебаные мрази и ублюдки, во-первых, добро пожаловать, рад вас видеть, во-вторых, давайте разбираться, как нам таким мразям жить дальше. Здрасте, вы на канале Сейна. Здорово, я Сейн из следующего ролика на канале Сейна, и я здесь для того, чтобы сказать вам нажать колокольчик. Дело в том, что YouTube очередные проблемы всем нам блогерам создают, и теперь нам колокольчики нужны гораздо больше, чем до этого. Не только для того, чтобы вы не пропускали ролики, а также для того, чтобы ролики нормально распространялись, и YouTube рекомендовал их новым зрителям, и в принципе контент не стоял на месте, его видели новые-новые люди, и автор контента не хотел повеситься, когда очередной ролик собирает меньше просмотров, чем должен был. Вот, так что сделайте это, пожалуйста, а еще в следующем ролике будет конкурс на попадание в мой шикарный закрытый паблик, в котором там всякая рарная музыка, фильмы, книжки, все, что хотите, то, что в других пабликах вы не найдете, а оно вот личные мои рекомендации. Да, в общем, туда можно будет бесплатно попасть, в общем, ждите следующих видосов. Естественно, это все отношение к жизни вообще не имеет. Каждый раз, когда что-то говорят вообще о новом поколении, делают какие-то выводы, хотят дать какие-то характеристики, вам, скорее всего, пиздят. Скорее всего, это просто инфошум. Знаете, я уже упоминал в своих роликах про некоторые такие социальные игры, шаблоны поведения, по которым очень удобно следовать, потому что они простые и предсказуемые. Допустим, какие-то люди, которые не относятся к нашему поколению, и, соответственно, для них сказать, ну, вот это поколение, то-то, ничего не значит. Они с этими людьми редко встречаются, для них это какой-то другой мир, и, собственно, они говорят, а вот знаешь, сейчас растет поколение интернета, что же они будут делать-то, они в своей жизни видели только войны. Выросли они, собственно, вот сейчас говорят, что новое поколение растет на инстасанке. Ну, я из такой логики вырос на Паше Микусе, как я до сих пор, блядь, по улице могу ходить. И сейчас ярлык такой, что мы выросли на этих мудаках, и поэтому мы ничего не добьемся. Примерно года два-три назад был другой ярлык, был наоборот. Тема, что я там в свои пять лет палкой в песке ковырялся, а сейчас дети в пять лет знают айпад как свои пять пальцев, поэтому все вырастут суперумные. Ни то, ни другое вообще отношение к реальности не имеет. Это просто какой-то инфошум, не имеющий смысла пиздеж, который ото всех исходит, а из-за того, что все вот этот бесконечный шаблон повторяют, потому что, ну классно, я поддерживаю разговор, мои мнения сходятся, я часть коллектива, часть социума, мы тут, блядь, что-то заявляем. На самом деле полная пустота, но из-за того, сколько ртов ее произносят, она начинает становиться как будто бы реальной, как будто бы действительно все вот нынешнее поколение, все, кому сейчас от 18 до 25, это сплошные инстасамки, блядь, Никиты Лолы и прочие чуваки, которые не могут разговаривать без ам-ну-блям, вот такие вот штучки, короче, вот это ааа. Все как один обнюханные, все только и делают, что вайны снимают, и вообще никто больше ничем другим заниматься не хочет. Заводы стоят. И, конечно же, говоря подобные вещи о современном поколении, все как бы предыдущие поколения ставят в пример для подражания, что вот раньше все были нравственные, нормальные, высококультурные, но, во-первых, кто вырастил этих? Как же так получилось, что вот нравственные растили и вырастили нравственных, потом вот следующие нравственные должны были опять таких же вырастить, а получилось говно на палке. Но дело в том, что их такими и вырастили. Вообще, в принципе, вся вот эта вот нравственность, это некоторая социальная норма, которую просто нужно постоянно имитировать. Например, моя бабушка, горячо мной любимая, она выросла в Советском Союзе. И, собственно, вы понимаете, какой это такой личный моральный кодекс. Она была довольно строгая, и в том числе строгая к себе. Но она постоянно смотрела, пусть говорят. Почему? Потому что это те же вечные вот эти желтые темы, что она делает аборт, а тут вот убийство, а тут вот развал, а тут вот судомия. Но это все обмазывалось морализаторством, чтобы у этих людей их совесть не мучила за то, что они занимаются какой-то поеботой. То есть они смотрят не желтую хронику про Лу Пугачеву, а они смотрят на то, как действительно разбираются какие-то социальные проблемы. На самом деле, пусть говорят, никогда ни на что не влиял. Это было просто обусоливание вот этого желтого говна. Но чтобы моя бабушка могла смотреть, пусть говорят, и чувствовала себя при этом нормально, нужно было создавать вот видимость решения каких-то проблем. Нынешнему поколению просто не нужна вот эта вот видимость излишняя. Они, если смотрят вот это желтушное говно, они смотрят на него напрямую. Нет в сущности никакой разницы между пусть говорят, в котором все сидят, орут и обсуждают какую-то поебазию. И вот этим вот шоу Амирана Сардарова «Дневник Хача». Скажу честно, я не смотрел ни выпуск с Интосамкой, и вообще ничего, что делал «Дневник Хача» никогда. Только видел мелькающие вырезки, потому что они, блядь, везде. И «Дневник Хача» я не смотрел в первую очередь из-за названия. Ну, блядь, «Дневник Хача». Ёбаный род, и на это люди подписываются, и он сам себя так назвал. Я бы вообще предпочел, если бы слово «Хач» постепенно выходило из обихода, ну, потому что сколько можно, блядь, не в пещере живем. Но сейчас не о «Дневнике Хача», сейчас о нашем чертовом поколении. Как же так получилось, что вот откуда ни возьмись повылезали все вот эти вот фанаты хайпового шмота, бешеные мажоры, обнюханные. И вот вся эта какая-то шелупонь, которой действительно как будто раньше и не было. На самом деле это очередной удивительный эффект нашей с вами эры глобализации. Что у нас интернет, у нас с вами все видно. И если есть какие-нибудь очевидные положительные стороны, как, например, то, что политики стали в разы прозрачней. Никогда политика еще не была вот настолько видна, как на ладони, как сейчас. Даже сейчас очень много всего скрыто от наших глаз, но нам уже видно в разы больше, чем когда-либо каким-либо нашим предкам. И также нам открылось не только вот действительно вещи, которые влияют на мир, а открылась всякая вот поебота, вот эта грязь под ногтями, как, например, 20-летние хуебесы, которым нечего делать. А как сделать 20-летнего хуебеса, которому нечего делать просто оружие массового поражения, дать ему деньги? Мы с вами живем, хоть и не в очень богатой стране, но весьма обеспеченные люди у нас есть. Я мало знаю людей, у которых рождался ребенок, и они в какой-то момент решали, нет, ну этот какой-то совсем уебок, забьем на него, давайте выкинем его куда-нибудь. Нет, это все-таки ребенок, конечно, им дают деньги, их родители, а то, как они ими распоряжаются, это уже другой вопрос. И 20-летние мажоры-ебанаты, которые не занимаются ничем полезным, а просто целыми днями тусят и прожигают свою молодость, пока им не поставят какой-нибудь диагноз, который заставит их сознание перевернуться, они были всегда, во все времена, вы их найдете и в классической художественной литературе, и в фильмах Гайдая, и где только не найдете. Но можно на это сказать, что видно в основном их, что-то не слышал я про 20-летнего блогера-физика, или там 20-летнего блогера-биолога, в основном 20-летние блогеры уебаны есть, вот как-то вот, вот как-то так получается, что же это, вот против статистики не попрешь, я глазами своими видел. В действительности это объясняется тем, что они ведут, сейчас удивительная терминология отсеяна, кликбейтный образ жизни. Дело в том, что если разделить то, что делают люди на какие-то заголовки, то как раз таки у 20-летних мажоров это будет гораздо интересней. Он же сегодня купил сумку Гуччи, завтра нажрался, что-то разбил, послезавтра взял в аренду машину, ее тоже разбил, там обнюхался, еще что-нибудь разбил, интересно же пиздец. Что же делают все остальные люди? Ну, какие-то свои дела. Что, он снимет ролик, я иду на учебу? Я сдаю сессию? Я пытаюсь освоить новую для себя дисциплину? Кому это, блядь, интересно? Ну, посмотрите на мои просмотры. При том, что у меня более-менее актуальные темы. А если какой-нибудь физик начнет делать ютуб-канал, да он сдохнет в депрессии? И спустя лет 20-30, когда как раз таки наше вот это поколение начнет действительно занимать посты важные, организовывать бизнес и, в общем, действительно встанет у руля, тогда вы увидите, что оказывается не такое уж было и плохое поколение. Были и умные люди, и те, кто про инстасамку никогда не знали, и про Пашу Микуса не знали, и вообще замечательный народ, ничем не хуже предыдущего, может, даже и лучше. А знаете, что будет со всеми этими, которые сейчас инстасамки? Ничего хорошего! Они уже разговаривают о том, что «Ой, ты нюхаешь! Блядь, а ты нюхал, но бросил!» Блядь, им 20 лет! Можете погуглить, я никому вообще не посоветую наркотики. Если вам советуют наркотики, не надо, блядь. Можно много разного про них говорить, но могу вам с уверенностью сказать, все, что люди нюхают, ничего из этого, блядь, не звездочка. Все это уничтожает организм с невероятной скоростью, вне зависимости от того, что это очень, ну, много разных наркотиков, которые вдыхают, и все они абсолютно уничтожительные. И то, что они рассказывают про то, что они тогда сидели, а сейчас не сидят, и вот потом еще немного посидели. Короче, это довольно большой нюхательный опыт, и это точно очень нехуйственно отразилось на их когнитивных способностях. Собственно, дальше в жизни им это не поможет. Рано или поздно вот пройдет тренд на вот таких вот баб, или вот на такие жопные шутки. Эта сфера поддерживает исключительно людской безвкусицы, людской тупостью, и именно людьми, которые там смотрели битву экстрасенсов, пусть говорят, и вот не смогли своим детям дать вот такое чувство прекрасного, что у них название инстасамка или дневник хача вызывают отвращение. Вот для них инстасамка и дневник хача это что-то нормальное, они взяли и подписались. Возможно, пройдет два года, они вырастут и такие, «Чего, блядь, инстасамка? Как я вообще, блядь, на это подписался?» И отпишутся к хуям. Мы видели огромное количество примеров, когда подобная слава обреталась и проходила, и в итоге совершенно не стоит делать из этого выводы. Все вот эти вот люди, они ни на что на самом деле не влияют, и если вы с самого начала этого ролика думаете, «Кто это, блядь, такие?», то вы большие молодцы. И понимаете, я вообще иногда не могу оценить актуальность для своего канала подобных тем, потому что когда просто видишь что-то в интернете, видишь, как люди реагируют, хочется орать, «Да вы чё, ёбнутые?» «Это вообще всё хуйня, забейте, не слушайте про это, не смотрите это, неважно, пусть оно сгниет в тишине». И после этого выпускаешь ролик, и оказывается, что там половина своего канала уже думают так же, и ты такой, «Блин!» Но с другой стороны, если повлияло на другую половину, то уже хорошо. И, собственно, у меня так было с роликом про айфон. Он очень мало просмотров собрал, и я вот даже не знаю, мне грустить про просмотры или гордиться, что большая часть людей с моего канала, они такие, «Да похуй мне на айфон, давай чё-нибудь про искусство, историю или социологию». Ребята, горжусь вами. Так что, дорогие друзья, не обращайте внимания на всякую подобную залупу, она вашего внимания не заслуживает, зато заслуживает мой паблик с крутым всяким контентом, песнями, киношками, клипами, книжками, всем уникальным найденным в сети, вот лично вот этой вот головой. И, собственно, оно постится туда, эксклюзивно для моих патреонщиков. Ссылочки на это в описании. Ещё ссылочки на камерный канал, где охуенное интервью с молодыми актёрами. Ссылки на мой паблик, века, на мой инстаграм, на всё самое лучшее вы найдёте там. А ещё, спасибо, что досмотрели, вы знаете, где кнопка подписки. Субтитры сделал DimaTorzok